Предлагаем посмотреть следующий материал, который касается тех продуктов, которыми мы питаемся, насколько нужно правильно подходить к их выбору. Томаты настолько полюбились россиянам, что сложно представить рацион среднестатистического жителя нашей страны без этих сочных ягод. А ведь нередко они богаты не только витаминами, но и высоким содержанием нитратов. Как же определить количество вредных веществ и обезопасить себя? Есть такие люди, которые очень сильно беспокоятся о своем здоровье, уделяя очень много времени выбору продуктов. Используют при этом специализированные приборы, они проверяют их на нитраты и пестициды. Другие же считают это нерациональным и просто руководствуются низкой ценой и внешним товарным видом. На прилавках огромное разнообразие сельхозпродукций, фруктов, овощей. Порой глаза разбегаются, попробовать хочется все. Но чему же отдать предпочтение при выборе качественного провианта? Визуально или на запах, там, цвет. Ну, визуально, да. Ну, как, по внешнему виду смотреть, чтобы они были не прогнившие, свеженькие такие. В основном все люди, покупая овощи, те же самые фрукты, все мы смотрим, как мы на вид, что нравится, что берем. Я просто покупаю и не думаю об этом. Определение уровня содержания нитратов – процедура непростая. Специалисты делают это на калиброванной проверенной аппаратуре по определенной методике. Мы же попробуем просто провести замер без сложной настройки. Тут у нас свежая рыба, помидор, огурец, яблоко и груша. Вот эти продукты мы отбирали при помощи специального прибора и потратили на это примерно около часа. Продукты в зеленом пакете мы собрали за 5 минут. Самое главное – не увлечься и не съесть все раньше времени. Ммм, кажется, я бы съел образец. Довольно вкусно. В данной продукции содержание нитратов в пределах допустимой концентрации, поэтому, на мой взгляд, нет сегодня смысла тратить большие деньги, а стоит доверять продавцу, который прежде всего заботится о том, чтобы покупатель пришел сегодня, завтра, послезавтра и покупал качественную продукцию. Поэтому это прежде всего забота продавца, ну и соответствующих органов. Поэтому большие затраты на приборы сегодня навряд ли окупятся в дальнейшем. Специалисты советуют овощи, фрукты и ягоды покупать в сезон их естественного созревания, когда нитратов в товарах минимальна. Чтобы исключить риск отравления, нужно тщательно промывать продукты большим количеством воды или просто замочить их на час. Александр Кононов, Сергей Козырь. Утро нового дня.